Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости РФЦ в Нев» в студии Марии Рунич. Сегодня в выпуске. В учебном городке гражданской обороны РФЦ в Нев прошли соревнования санитарных постов. Сотрудники ядерного центра, участники отраслевого чемпионата «Атомскиллс-2019». Год здоровья в Росатме на Икаре прошел спортивный праздник. Ежегодно музей ядерного оружия посещает более 10 тысяч человек. Жители и гости Сарова, представители российской науки, культуры и образования, участники международных симпозиумов и конференций. Но самые частые гости, конечно, это школьники и студенты. В этот раз в музее ядерного оружия посетили более 30 мальчишек и девчонок, участников профильной смены Росатома «Атомкэмп». Эти мальчишки и девчонки только вошли в стены музея ядерного оружия, а на их лицах уже появился неподдельный интерес и восторг. Экскурсия началась со знакомства с историей Саровской пустыни. В фойе ребята могли внимательно изучить макет монастырской площади и собственными глазами увидеть подарок институту от патриарха московского и всей Арусии Кирилла, уникальную икону преподобного Серафима Саровского. Она написана нижегородскими иконописцами специально для ядерного центра в Нев. А также ребята смогли больше узнать о жизни самого святого. Его считают одним из самых главных святых. И сам Серафим жил в этом городе. И тут даже построена церковь, которая была посвящена Серафиму. И, как для меня, это все очень важно для человека, который православный. Он должен все это знать. Эти ребята – участники профильной смены «Атомкэмп», которая проходит на базе отдыха имени Аркадия Гайдара. Они приехали к нам из разных городов присутствия госкорпорации «Росатом». И посещение музея ядерного оружия – одна из важных составляющих образовательной программы. Цель нашего приезда – это ознакомиться с историей этого места. Мы готовим будущих специалистов атомной энергетики. Поэтому им необходимо знать историю. Им необходимо знать, как это все начиналось. Познакомившись с православной историей нашего города, ребята отправились в основной зал музея, чтобы увидеть подлинные образцы легендарных изделий. От первой советской атомной бомбы 1949 года до современных научно-технических разработок. И услышать о том, как создавался ядерный центр, о первых испытаниях ученых. Мне запомнилось то, что наши русские люди после войны смогли создать первую бомбу и нарушить монополию с Америкой. Эта бомба была очень мощной. Ее создали всего лишь за три года. Но наибольший интерес у ребят вызвал стенд, посвященный возникновению конструкторского бюро. Здесь можно было рассмотреть фотографии первых руководителей института, увидеть уникальные документы. Ну и очень любопытные документы. Например, два особенно. Это тактико-техническое задание на первую советскую атомную бомбу. И простое заявление на отпуск, которое написал в свое время наш первый директор генерал Зернов своему начальнику в Москву с просьбой о том, чтобы он его отпустил в отпуск, потому что он 11 лет не был в отпуске. Сразу после экскурсии у ребят была возможность самим походить по залу, рассмотреть внимательные макеты, а потом все вместе смотрели кино. Фильмы как раз немножечко истории, документы, которые носили раньше самые высокие гриф секретности в стране. И вы знаете, так, фрагментами будут представлены те изделия, которые представлены у нас здесь. Макеты которых изделия у нас представлены в музее, небольшие исторические справки о них и видеосъемки, как проходили эксперименты. Ядерное оружие СССР, испытательный комплекс, вычислительная техника, экспериментальные установки и многое другое. Экскурсия выдалась насыщенной. И ребята точно запомнят ее надолго. Професс ВНЕФ принял участие и занял призовые места в 4-м отраслевом чемпионате профессионального мастерства рабочих и инженерных профессий по методике WorldSkills AtomSkills 2019. Мероприятие традиционно организованной госкорпорацией Росатома и корпоративной академии Росатома прошло с 7 по 11 июня в Екатеринбурге. Сотрудники ядерного центра, инженеры-исследователи Дмитрий Сироткин и эксперт, старший научный сотрудник Алексей Уразов, завоевали второе место в компетенции программные решения для бизнеса и получат денежные премии. Чемпионат AtomSkills объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей, ключевых для Росатома профессий. В состав команды РФИАЦ ФНЕФ вошли победители дивизионного отбора – 31 человек по 12 компетенций, таким как охрана труда, программные решения для бизнеса, неразрушающий контроль, инженер-конструктор, электромонтаж, аналитический контроль и другие. На площадке отраслевого чемпионата были воссозданы производственные условия, установлено высокоточное оборудование для выполнения заданий повышенной сложности. Участникам были заданы жесткие временные рамки. Деловая программа чемпионата включала панельные дискуссии, рабочие сессии и консультации. Основная тема – управление кадром-производством, создание среды для раскрытия потенциала рабочих и инженерных кадров. Победители и призеры чемпионата возрастной категории до 28 лет войдут в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills High Tech Российском национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности. На территории учебного пункта ГОИЧС прошли соревнования санитарных постов среди подразделений и служб профиц в НЕФ. Свои знания и навыки демонстрировали 19 команд из различных подразделений института. Подробности далее. Респиратор, фляжка, удобная обувь, обязательно на резиновой подошве, перекинутая через плечо сумка с противогазом. И еще одна, в которой хранится пластырь, кровоостанавливающий жгут, нож, бинты, дозиметры и даже щетки для дезактивации ядерной пыли. Участники санитарных постов должны быть готовы к любой чрезвычайной ситуации. Медицинское формирование – это основное формирование для города, для зоны. В семейном быту, для своей защиты семьи и на производстве вы играете основную роль. Соревнование санитарных постов – традиционное мероприятие для сотрудников ядерного центра. И ежегодно количество участников только растет. В этот раз в умении работать в чрезвычайной ситуации соревновалось более 100 человек. Участникам предстояло преодолеть 11 этапов и доказать, что они действительно могут оказать первую помощь пострадавшим до приезда медицинских работников. Мы не только их спрашиваем и оцениваем, но и в процессе даже соревнований этих и обучаем. Поэтому, в общем, это очень важно. Судьи оценивали работу подразделений ядерного центра в НЕФ в очагах химического, инфекционного и радиационного поражения. А также правильное выполнение действий при кровотечениях, переломах и ожогах, транспортировке пострадавших. При этом проверялось не только, насколько хорошо участники знают теорию, но и как применяют ее на практике. Практически навыки нам нужны не только для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и при каких-то военных, как мы говорим, ситуациях, но и обязательно для оказания помощи в обычной нашей жизни, когда случаются какие-то непредвиденные ситуации, в том числе и на производстве. И санитарные посты, как было сказано, в этом отношении играют ведущую роль, потому что они осваивают правила оказания медицинской помощи, на медицинской помощи в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Одним из самых интересных этапов, по мнению участников, и самым важным, по мнению жюри, стал госпитальный. Санитарным постам нужно было провести реанимационные мероприятия и спасти жизнь человеку. Участникам необходимо доставить пострадавшего на носилках. С носилок они должны переложить его на кровать, смена постельного белья, измерение температуры тела, подсчет пульса и подача грелки. Если здесь проблем не возникло практически ни у одной команды, то во второй части госпитального этапа пришлось действительно потрудиться. У условно пострадавшего зафиксирована клиническая смерть, и участникам необходимо оказать неотложную помощь – провести сердечно-легочную реанимацию. Для отработки этого навыка использовали специальный тренажер. Точно реанимируйте. Дыхательные пути освобождены. Восстановите дыхание. Пряжка. Ольга Линник принимает участие в соревнованиях уже более восьми лет и точно знает, какими навыками должен обладать человек, который решил вступить в бригаду санитарного поста. Уметь вовремя собраться, не впасть в панику, как все, постараться успокоить людей, которые пострадали, и оказать правильную помощь и вовремя. Ольга, как и многие из тех, кто решил связать свою жизнь с работой на санитарном посту, искренне надеется, что полученные знания никогда и не пригодятся. Но упорно из год в год отрабатывает навыки оказания первой помощи. Каждый раз организатор готовит для участников новые, более сложные испытания. Но традиционно самым тяжелым этапом остается очаг химического заражения. Во-первых, на улице жарко, нужно на время одевать противогазы. Один из санитаров у меня новенький, мальчик первый раз в этом году участвует, поэтому мы как-то побаиваемся. В химическом очаге нужно обязательно правильно определить, какое химическое вещество распылено. Это тоже очень сложно, когда ты в противогазе и плохо слышишь, плохо видишь. Ну, достаточно сложно. И статисту еще надо уложить на носилки и вынести все это на время. Вынести пострадавшего с места аварии тяжелее вдвойне, если он крепкий мужчина, а в бригаде санитарного поста только представительницы прекрасного пола. С такой ситуацией столкнулась команда из научно-исследовательского института измерительных систем имени Седокова. Но девушек это не остановило. Они считают, что надо быть готовым к любым сложностям. Нет, без мужчин нам совершенно не тяжело. Мужчины наши остались дома, они нас делегировали, возложили все ответственность, сказали, девочки, вы у нас лучшие, вы сделаете лучше. Мы проходили обучение периодически в течение всего года. Мы серьезно очень готовились, закупали обмонизирование. Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд. Среди них как новички, так и те, кто уже не раз становились победителями-призерами. Одними из сильнейших участников по праву можно считать санитарный пост и ТМФ. Команда у нас слаженная, коллектив уже такой сработанный. И, наверное, сказывается то, что старшие участники команды нас периодически тренируют. Мы начинаем заранее готовиться. Ну, соответственно, приходим к соревнованиям уже с каким-то опытом. Соревнования санитарных постов длились больше пяти часов. По результатам лучше стала команда научно-исследовательского испытательного комплекса. Серебро у сотрудников ТМФ. Третье место занял пост научно-исследовательского отделения 43. Соревнования по мини-футболу, городкам, волейболу, гиревому спорту, русским шашкам и шахматам и многое другое. 12 июня в День России на стадионе ИКАР прошел спортивный праздник, посвященный Дню здоровья в рамках проекта «Год здоровья» в Росатме. Все желающие могли не только поболеть за участников, но и принять участие в массовом забеге «Саровская верста». Подробности в следующем репортаже. Разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником. Праздником Днем здоровья в ядерном центре. Не сомневаюсь, что здесь собрались самые сильные, самые ловкие и мужественные спортсмены. Физкульт-привет, хочется сказать, в этот прекрасный день и всего самого хорошего вам на стартов. Более 400 спортсменов и любителей собрались на стадионе ИКАР, чтобы принять участие в семейном спортивном празднике, посвященному Году здоровья в Росатме. На торжественной церемонии открытия к ним обратились представители Городской думы, ядерного центра и профсоюзная организация градообразующего предприятия. Выступающие отметили активность сотрудников в проведении различных спортивных мероприятий. В соревнованиях участвуют все коллективы физкультуры нашего предприятия – лучшие спортсмены и ветераны спорта. Это будет наш достойный вклад в проведении Дня здоровья Росатома. В этом году в рамках Дня здоровья проводились соревнования по девяти видам спорта. Все желающие также могли сдать нормативы ГТО. Сразу после торжественной церемонии открытия одновременно на нескольких площадках начались спортивные состязания. Наравне со взрослыми активную часть принимали и дети. Девиз нашего сегодняшнего мероприятия – это здорово вместе, здорово пообщаться вместе здесь, здорово пообщаться с физкультурой, здорово получить эмоции положительные и создать себе праздник самому. Новшеством этого года стал легкоатлетический забег на 1 километр 100 метров – Саровская верста. Маршрут пролегал по улице Зернова и проспекту Музруково. В общей сложности участники пробежали два раза вокруг стадиона. Третий год подряд сотрудники ядерного центра сдают нормы ГТО. В этот раз в комплекс включили упражнения на гибкости, пресс, прыжки, длину, отжимания. У Алексея Чернова пока нет значка, но он полномерно идет к цели. Не все получается, но мужчина раз за разом улучшает свои результаты. ГТО, на мой взгляд, мотивирует, чтобы держать себя в хорошей форме. Как минимум посещение ГТО, но хорошее времяпрепровождение хотя бы хорошее. До нездоровья каждый мог выбрать себе соревнования по душе и темпераменту. Сергей Уланов отдал предпочтение силовому виду спорта. В роли снаряда – гиря весом 16 килограммов. По условиям сегодняшних правил нужно за две минуты времени сделать 16-килограммовую гирю, толчок, сделать максимальное количество повторений. Баскетбол, волейбол, мини-футбол и многое другое. Пока одни активно боролись за победу на спортивных площадках, другие вели молчаливый спор на черно-белых полях, разыгрывая партии в шашки и шахматы. День здоровья – это семейный праздник. Дети не только болели за своих пап и мам, но и пробовали свои силы в спортивных дисциплинах. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.vnef.ru и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин